В рядах российской ЧВК «Вагнер» уже воюет около 10 тысяч завербованных заключенных, в том числе маньяки, уверяет правозащитница Ольга Романова. Залишим умовую оригиналу, нехай хоть тут россияне почуют правду про свою доблестную армию. Частная военная компания «Вагнер» завербовала в российских тюрмах примерно 7-10 тысяч заключенных для войны с Украиной, берут людей, осужденных за самые страшные преступления. Она описала, как обычно происходит вербовка «Вагнером» заключенных. С ее слов этим непосредственно занимается главарей данной ЧВК Уткин и Пригожин. Последний приезжает на зоны с нацепленной на грудь звездой Героя России. На территории зоны приземляется вертолет с надписью «Частная военная компания», из ее выходят «Вагнеровцы». Всегда присутствует глава ЧВК Вагнер Уткин. Очень часто бывает Пригожин, он получает кайф от всего этого, тащится. В этой среде ему очень нравится. Тюремщики пытаются отдать честь этим людям в штатском. Очень сильно лебезят перед ними. Но их просто выгоняют. Занимают штаб, забирают личные дела, выстраивают заключенных на плацу. Отсеивают сразу людей старше 55 лет. Раньше отсеивали опущенных. Теперь их ставят отдельно и отдельно с ними занимаются. Их стали вербовать в отдельные отряды. Пригожин, либо Уткин, либо кто-то из Вагнера, рассказывает мантру, что вы тут сгниете, а у вас есть возможность стать солдатами удачи, рассказала Романова. Она отметила, что при вербовке заключенным обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Раньше, со слов правозащитницы, заключенных даже заманивали в ряды ЧВК обещаниями доставить самолетами на фронт жену или мать в случае совершения героического поступка. Однако сейчас об этом молчат. Кнуты даже менялись. С самого начала вербовки она началась 29 июня в Калининградской области. Кнуты были такие. Расстрел на месте за попытку бегства, за попытку сдаться в плен, за употребление наркотиков, алкоголя, за мародерство. Теперь расстрел на месте за мародерство отменили. Этого в мантре нет. Но появился расстрел на месте за попытку сексуального контакта. Кого с кем не уточняется, рассказала Романова. С ее слов заключенная охотно записывается в ряды вагнеровцев. Однако не из-за денег, а ради свободы. Они хотят выйти из этой матрицы. Потому что любое место на земле лучше, чем русская тюрьма. Идейных мало. Они не очень хорошо понимают, куда едут. Чаще всего они не обучены, не служили в армии. У них плохое здоровье. Берут всех, но отдают предпочтение убийцам. Разбой, грабеж – тоже хорошо. Нанесение тяжких телесных – отлично. Сейчас стали брать еще и осужденных за изнасилование. Это в отдельный ряд. С одной зоны взяли маньяка, у которого в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну. Поделилась информацией глава Руссии сидящей. До встречи, глядачи. Вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы – сила. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...